Приехал ко мне мой ЦАП, но я его скрыл при получении, посмотрел, вроде все на месте. Так, на коробке тут... Пиздец, вот на коробке. Надеюсь, модель-то, блядь, не перепутали. Хорошо. Это топпинг DX7 Pro. Есть еще S, но S нам нахуй не надо. Там, блядь, разница в цене, блядь, 7000 нахуй. А в звуке, пиздец, там разница, поэтому смысла нет. Че, блядь, меня троллишь, сука. Открывайся, нахуй. Я эту коробку, блядь, скучно-крою, нахуй. Педаразка, блядь. Так. Вот гарантия 12 плюс 3. Так. Сильный номер, блядь, какой-то есть. Так. Че там по цене? По цене у нас... Ну, вот со скидкой цена. 39 900. Вот она эта хуйня. ЦАП, усилительный наушник в топпинг DX7 Pro. Так. Хаю-та. Так, пульт. Ну, пульт нам надо, сука. О, переходник, еще один. У меня их таких, блядь, три. Или четыре есть. Не знаю, сколько, пускай будет. Да, я возьму комплектный. Так. Это Bluetooth-антенка. Смотрите, она такая довольно-таки тяжеленькая. Я не буду ее вставить, но нахуй не нужна. Кабель USB нужен. Кабель питания. Так, кабель питания нормальный. А то я один раз купил монитор, а там... Кабель питания хуй, по-моему, какой. Так. Буклет. Тык. Эта хуйня, кстати, здоровая. То есть, руку приложить. Как бы. То есть, рука у меня не детская, скажем так. Как бы большая хуй тень. С чем сравнить будем? Сука. Ну, с чем-нибудь сравню. Так. Вот он так выглядит сзади. То есть, выходы балансные. Ну, у меня они нужны для подключения мониторов. RCA тоже вроде выхода. Есть вход. 2S, LVDS. Bluetooth, оптика, USB, Coxial и AES. Переключатель, кстати, вольтажа снизу, да? Ой, ножки у него такие, блядь. Хорошие. Корпус, естественно, металлический. Вот он спереди, блядь. Да, DX Pro, блядь. Путаницы нет. Это балансный... Я не помню, как он называется, но это вроде не... XLR, это вроде... Ну, может быть, это XLR, хуй знает. Вот это где-4 такие дырочки, скажем так. Это 4,4, который маленький. Про такой я впервые вообще слышу, блядь. 4,4, блядь. Это тоже балансный и небалансный 6,3. Ну, я думаю, его доставали уже, проверяли. Какие-то волосы тут есть, блядь. Хуй знает. С коробки они или нет, но... Полежит, нагреется. Ну, такой вес, блядь, я сказал бы, если по голове уебать, в принципе, убить можно, блядь. Очень даже, блядь, легко. Так, какая-то мотнина тут есть. Не знаю, от чего это, блядь. Так. Чё-нёк. Блютуф мне нахуй не нужен. Ну, пультик такой, простенький. Посмотреть, какие там батарейки у него. Сейчас я... Приехал ко мне ЦАП-вусилитель для наушников Топинг. Вот он стоит. Я его уже погонял с наушничками. Наушнички... Сенхайзер... Так, дотянется, не дотянется. Не знаю, видно, не видно. HD 8 DJ. Довольно громкие они оказались, как бы, наушнички. Я его просто не использовал никогда с более-менее таким приличным усилителем для наушников. И хочу просто показать именно, какая разница в громкости. Она колоссальная между Roland Rubix 22 и Топинг DX7 Pro. То есть, какую громкость могут развивать наушники при использовании их от Rubix и от Топинга. Получается, так... Я не буду долго записывать, чтобы не тянуть просто время. Как бы на одном треке покажу, как это будет звучать. Я промотаю сразу до основного момента. Это максимальная громкость. Настройки... Это ASIO. ASIO Roland Rubix 1000... Ой... 192 тысячи герц на 32 битов. Это максимальная громкость, какая вот есть в Windows. Не знаю, видно, не видно. А, это не то. А, стилизация на уме меняется. То есть, где-то прямое. То есть, наушники будут лежать в одном месте. Это вот, ну, все. Это предельная громкость. Больше уже нет. То есть, от Роланда вот это максимум. То есть, полный максимум абсолютно. То есть, ручка полностью выключена. Тык... Сейчас аккуратненько переставляем наушнички. Топинг. Снимаем мут. И смотрим. А, надо переключить. То же самое. 192 тысячи на 32 бита будет. Вот они играют. Но это не максимум громкости. То есть, вот они заиграли от топинга. Но это не максимум. Что самое интересное. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, вот так может топинг. Это максимум топинга. По ощущениям, по... Ну, как бы я с Роланом сижу уже где-то года полтора примерно. Где-то так. И с наушничками с этими тоже года полтора. И как бы, ну, уже как бы... И что я могу сказать? То есть, по сравнению с встроенной звуковой картой в материнские платы, если рассматривать самые топовые модели звуковых карт... Смотрю, запись идет или нет. Так, запись идет. Да, если рассматривать самые топовые звуковые карты, которые есть в материнских платах на данный момент, то я бы сказал, что они проигрывают Роланду по определенной детализации, по какой-то вот именно кристальности звука. То есть, ну, Роланда это вообще, ну, мягко говоря, просто комбик. Звуковой комбик. Это не ЦАП, не звуковая карта. Ну, то есть, как бы, в целом-то она звуковая, но... Это, мягко говоря, все-таки, ну, это... Ну, такое себе, как бы, совмещенное устройство, поэтому от него чего-то ожидать смысла нет. Но и то, даже от Роланда звук становится очень такой вот именно... как бы сладко-приятный, но не приторный. То есть, именно вот, как бы такой вот, именно его приятно слушать. А топинга, получается, он выплескивает из музыки все, что в ней есть, как в производимом вами треке, то есть, ну, песне. Он именно вытягивает все полностью из нее. И поскольку есть усилитель для наушников, он способен выдать колоссальную мощность на наушники. Это наушники, кстати, 95 Ом, 500 микроватт, чувствительность 115 у них, у этих наушников. И он именно вытягивает трек на своей максимальной громкости без потерь низов или потерь верхов. То есть, он именно как с пушки пуляет, и, ну, он не боится этого. То есть, нет какого-то вот такого воздержания, как в Роунде. Роунде, если преодолеваешь рубеж половины звука на наушниках, сразу низа уходит. То есть, он не вытягивает низа, все уже чисто падает. Как бы только остается середина и верха какие-то. То есть, ну, как-то так. Но мне Роун понравился. То есть, по звуку, как бы, ну, это не звуковая карта, но я его покупал специально для микрофона, как бы так, ну, что уже мучиться с компьютерными гарнитурами, уже надоело, честно говоря. То ломается, что-то шипит, глючит, поэтому, как бы, по звуку на данный момент я полностью перешел на профессиональное оборудование. Может быть, не супер дорогое, супер там какое-то студийное, да, но у меня неплохие мониторы. Теперь уже две звуковые карты, грубо говоря. микрофон студийный, как он там, электроникс, не знаю, видно будет на камеру. SE Electronics X, A1X или X1A, что-то такое. Ну, такой, не супер-мега, но, как бы, вполне неплохой. Хотя бы настоящий. Неплохой кабель там идет, XLR-овский, с двумя защитами. И, как бы, в целом все отлично. То есть, вот я уже сколько пользуюсь, проблем не знаю. То есть, никаких зависаний, ни глюков, нет ничего. Ну, и, как бы, вот, купил мониторы. Кабеля еще к ним едут, потому что у меня нету кабеля XLR-овского чистого для подключения их к топпингу. Они подключены к Roland через XLR и 6.3 Jack. Кабель вроде как балансный, но дешевый. И, как бы, ну, я послушал колоночки вот эти. Очень неплохо звучат. Как бы, в сравнении, скажем так, с какой-то акустикой, которая компьютерная, то есть, звучание отличное. Как бы, и мощность здесь уже такая. То есть, как бы... Ну, то есть, если у вас комната метров 70, то двух этих колонок хватит без саба. То есть, бакать будет солидно. Вам понравится. Что касается топпинга, пока смог оценить его возможности только в наушниках. Настройки какие-то определенные есть через пульт, но какого-то именно такого вот именно критического или как бы, ну, как... Сильно меняющего чего-то нет. То есть, как бы, все изначально в нем уже есть, как бы, То есть, ЦАП вроде как довольно неплохой на ESS9038 PRO чипе плюс предусилитель на монитор и усилитель на наушники. Есть выход у него 6.3, 4.4 балансный и... Я не знаю даже, как это называется. XLR, не XLR. Тоже балансные наушники. Мощность у него заявленная 115 микроватт на 300 Ом. Ну, так, про 600 Ом здесь речи нет. Не знаю, поддерживает он, не поддерживает. Но играть 600 Омные наушники будут все равно через него. То есть, может быть, не вот так, как эти, но хотя бы музыку точно послушать через них. То есть, 250 Омные наушники сюда втыкать спокойно, можно не париться. На 95 Омные летит, наверное, где-то чистыми, я думаю, 400 микроватт. Но если к сравнению сказать, сколько это мощности с встроенной звуковой картой в компьютере, то это значение превосходит возможность встроенных звуковых карт, где-то почти в 10 раз. Плюс-минус. У Роланда чуть больше выход, чем у встроек материнки, но там тоже цифры очень маленькие. Там что-то типа 47 микроватт на 32 Ом или на 16. То есть, ну, как бы там ни о чем не говорит. Музыку я, к сожалению, еще не переслушал прям так жестко. Наушники тоже пока еще только начинают разыгрываться, потому что как бы их раскачать нужно было именно усилить для них. Поэтому как бы наушники должны, возможно, зазвучать еще лучше. Колонки я пока не проверял. Я подключал через... Брал кабели с микрофона и подключал одну колонку. То есть, посмотреть просто работает, не работает. Все, как бы выходы, все работает, но оценить именно, как бы, надо с двух колонок. Как-то так. Не имея двух кабелей нормальных, оценить пока не получится никак. Ну, мне напор звука понравился. То, что ты добавляешь, а все именно вот эти вот... Ну, как... Все частоты в песне, они остаются на том же уровне. То есть, нет никакого-то ощущения, что при добавлении громкости ты теряешь низы, там, или еще что-то. То есть, лупит до такого состояния, то есть, якобы, в очках, у компьютера все же, у зрения хреновое, начинается именно вот эта микро-вибрация очков от наушников. И как бы уже начинает чесаться. И вот... Все, что прикасается к наушникам, начинает к концу чесаться. То есть, лупят просто безбожно уже. То есть, на такой громкости посидеть, ну, если просто по-обычному одеть наушники, я не думаю, что вы сможете. Только если вы глухой. Потому что, я думаю, разрушение барабанных перепонок начнется просто отлично. Я думаю, за час уже могут быть последствия, потому что громкость просто безумная. Очень безумная. То есть, запас мощности хороший. У него есть еще регулировка гейна. Это H. Это H и L. Ну, вот на L он играет тише. Кстати, можно показать. Ну, вот. На Ашкин громче, на Эльке тише. Добавление примерно 6 дБ. И это так. То есть, усиление есть, но я не знаю, какими, как сказать, какими внутренними потерями это усиление достигается. Может быть, ничего не теряется. Может быть, просто включается какой-то дополнительный усилитель. Ну, как бы, я думаю, что лучше на Эльке сидеть, чтобы точно ничего не терять. Ну, и включить... Так, 192 здесь. Можно сделать... Видно будет, что он переключится. Режим работы на 300... О, 384 кГц. Он идет, как 32 бита на 768 кГц. DSD, USB DAC. Может быть, кстати, словно три буквы DSD и намекают на то, что надо использовать какой-то или плагин, или кодек, чтобы получить 768 кГц. Но на самом деле, как бы, не думаю, что будет какая-то критическая разница. по крайней мере, на 384 я его запустить смог, и в системе он есть, как 384, 32 на 384. 768 я нигде не увидел, к сожалению, но... как бы желаемое. Вроде как получил, но нужно еще послушать, как оно будет с колонками играть. Кабели приедут только через неделю, потому что заказал я их позавчера вроде только. Да, позавчера. Вчера их уже отправили, магазинчик там один интересный. И как-то вот так. Кабели я заказал... Так, тут еще у нас время есть. Время есть. Есть мейлер. Да, бля! Вот этот кабель заказал в этом магазине. То есть, 8 нот. 1840 рублей за один кабель. Но я скажу точно то, что это не... Вообще близко даже не к какой-то типа там high-end или еще что-то такое. То есть, такие вот именно какие-то понятия именно вот этих музыкальные. Это обычный кабель начального уровня высокого качества. То есть, примерно как-то так можно это все охарактеризовать. Кабель здесь 3 метра. То есть, не 30 метров, не 20, не 10. 3 метра кабель как бы, но как-то так.